Ну что ж, сейчас и Москва, и Вашингтон предпочитают делать ударение на сотрудничестве. Однако, сохраняется немало сфер, где интересы США и России сталкиваются напрямую, и не только в Европе, или в Средней Азии. На этой неделе они вновь столкнулись, причем не в переносном, а в самом прямом смысле. Впервые в истории мировой космонавтики столкнулись два спутника. Российский космос-2251 и американский Иридиум-33. Это произошло над территорией Сибири на высоте около 800 километров над Землей. Наш спутник давно уже не работал, американский же был действующим. И теперь над планетой вращаются два облака мусора, состоящие из более чем 600 обломков. Как же такое могло произойти? По мнению экспертов, хотя над нами сейчас летают около 13 тысяч космических объектов, вероятность случайной встречи на орбите двух таких объектов ничтожно мала. Не выше, чем прямое попадание метеорита в голову, идущему по улице человеку. Кроме того, американский спутник был снабжен системой уклонения от столкновений. В связи с этим появилось несколько версий. Версия первая. Американцы просто проспали сближение двух спутников и не успели их развести по орбитам. Версия вторая. Американский Иридиум уже дышал на Ладан, и США решили утилизировать его таким нестандартным способом. Наконец, третья версия. Наш спутник был намеренно направлен на американский спутник-шпион, занимавшийся разведкой наших военных объектов в Красноярском крае. Возможно, пишут известия, Россия нашла способ сбивать своими аппаратами, которые только прикидывались мертвыми, живые американские спутники. Как написала по этому поводу одна из британских газет, если бы случившееся произошло в эпоху Холодной войны, все могло бы закончиться применением ядерного оружия. Сейчас же и Россия, и Соединенные Штаты отреагировали на происшедшее весьма спокойно. Слава Богу, мы уже не живем в эпоху Холодной войны. Слава Богу, мы уже не живем в эпоху Холодной войны.